Добрый день! Начинаем наш брифинг, посвященный деятельности русских домов за рубежом. Начать я хотела бы с Сербии. Как вы знаете, 24 июня президент республики Александр Вучич и глава нашего агентства Евгений Примаков провели встречу. Речь шла о расширении сотрудничества в области науки, культуры и образования. Кроме того, 24 июня русский дом в Белграде совместно с клубом Валдай организовал и провел конференцию «Россия на Балканах. Взгляд в будущее». Я напомню некоторые тезисы сербских коллег. Итак, Сербия никогда не будет членом НАТО. Стремление страны попасть в Евросоюз не должно противоречить отношениям с Москвой. Сербия не будет вводить санкции против России. Ну и, конечно, реакция западной прессы не заставила себя ждать. В частности, издание Associated Press выпустило материал, в котором говорится, если Сербия хочет стать членом Евросоюза, то должна согласовывать свою внешнюю политику с Брюсселем. Похожие статьи вышли и в других американских изданиях, в частности Washington Post, ABC News и прочие. Ну, вполне очевидно, что это далеко не первая, не последняя информационная атака на российско-сербские отношения. Но что интересно, элементы этой информационной кампании мы наблюдаем и в российском медиаполе. Кроме того, наше агентство продолжает в рамках своих полномочий вести активную работу в Сербии, в том числе по защите гуманитарных прав пострадавших от действий НАТО в 1999 году. В начале июня Русский дом в Белграде провел в своих стенах встречу сербских и итальянских юристов. Эта работа, безусловно, будет продолжена. Армения. Русский дом в Ереване продолжает заниматься продвижением русского языка в этой стране. В частности, для школьников 2-5 класса был выпущен комикс «Букварь. Учим русский язык» с Грибоедовым. Он рассказывает о жизни великого драматурга и дипломата. Сейчас ведется работа по созданию второй части. Кроме того, на время каникул уже третий год подряд в русском доме в Ереване продолжает работать летняя школа для детей от 6 до 14 лет. В программу входят интерактивные уроки русского языка, мастер-классы по живописи, развивающие игры, выездные экскурсии. Азербайджан. Русский дом в Баку продолжает вести активную работу по сохранению исторической памяти в этой стране. Проводится много мероприятий на эту тему с участием азербайджанской молодежи. Этим летом также планируется провести шахматный турнир. Ну а в рамках празднования 200-летия со дня рождения Достоевского будет проведен круглый стол на тему «Вклад Достоевского в мировую культуру». Еще одна тема, которая вызывает большую беспокойность, это Украина. Как вы знаете, официальный Киев принял нелегитимное решение о заморозке деятельности нашего агентства на территории Украины. Тем не менее, мы продолжаем следить за тем, что происходит в этой стране. Большую беспокойность вызывают репрессии в отношении оппозиционных журналистов. Вот в частности, в первом квартале 2021 года число нападений увеличилось почти на треть, если сравнивать с данными 2020 года. Причем угроза исходит не только от радикальных групп, но и от силовых органов Украины. Недавно группа радикалов напала на украинского журналиста Руслана Кацабо. Его облили зеленкой, в результате у него обширный ожог глазной роговицы. Наше агентство связалось с Русланом, и он нам рассказал, что напали на него радикалы правого сектора, запрещенной в России организацией. Но он добавил, что украинское общество даже на западе страны постепенно выздоравливает от антироссийской пропаганды. Видеозапись была опубликована на всех порталах русских домов за рубежом, для иностранной аудитории были наложены английские субтитры. Это далеко не первый и не последний пример нападений и убийств оппозиционных журналистов, общественных деятелей на Украине. Мы все помним трагедию Олеси Бузины, Павла Шеремета. 20 июня 2019 года от полученных травм после нападения скончался журналист Вадим Комаров. За это время было проведено более полутора тысяч допросов и следственных действий. Однако имена убийц до сих пор неизвестны. В конце июня 2021 года Международная федерация журналистов призвала украинские власти довести расследование и найти виновных. Однако едва ли официальный Киев этот призыв услышит и на то есть ряд причин. Вот в частности, 2 июня 2018 года Вадим Комаров писал на своей странице в социальной сети, что СБУ предупреждало его, что он попал в так называемый список Бабченко. Это список украинских журналистов, которых должны были убить, чтобы потом обвинить российские спецслужбы. Неоднократно нападением подвергается киевский журналист Иван Рассада. Ему не только приходят угрозы в социальных сетях. Недавно группа радикалов напала на Ивана в центре украинской столицы. Этот список журналистов, общественных деятелей, на которых совершаются покушения, можно продолжать до бесконечности. Сейчас, как вы знаете, ведется охота на ведьм в отношении сотрудников трех закрытых телеканалов 112, ЗИГ Ньюс Ван. Руслан Кацеба, кстати говоря, был сотрудником телеканала 112. Россотрудничество предлагает украинским журналистам, деятельность которых притесняет официальный Киев, использовать наши площадки. Мы глубоко убеждены, ваш голос должен быть услышан. Кроме того, наше агентство продолжит гуманитарную работу на Украине и особенно продолжится работа с русскоязычным населением. Спасибо.